Здравствуйте, Людмила Евгеньевна. В преддверии столетия нашей... На меня можно смотреть. Здравствуйте, Людмила Евгеньевна. В преддверии столетия нашей библиотеки мы хотели бы задать вам несколько вопросов о том, как вы посещали Национальную библиотеку, какое впечатление у вас оставило. Я первый раз посетила Национальную библиотеку, когда я стала студентом Удмуртского университета. Я очень любила заниматься в библиотеке. Мы там занимались в читальном зале на втором этаже, заказывали книгу и сидели там занимались, потому что в нашей библиотеке университетских книг не хватало, а там всегда можно было найти. Какого рода книги вас интересовали тогда и какие отделы вы посещали? Ну, в общем читальном зале занимались и в краеведческом отделе. В краеведческом отделе я потом много занималась уже по своей теме. Там отдел национальной и финногорской литературы. Литература этого направления меня интересовала. И я посещала еще мероприятия, которые проводил отдел краеведческой литературы. Мне очень нравились эти мероприятия. И сейчас, когда я могу, тоже стараюсь быть на этих мероприятиях. Расскажите о деятельности клуба «Край Удмуртский», Лидия Евгеньевна. Очень хорошо придумали наши библиотекари, что открыть такой клуб «Край Удмуртский». И я всегда с такой радостью как-то приходила на эти мероприятия. Девушки-библиотекарши всегда, по-моему, с большим настроением готовят эти мероприятия. Мероприятия проходят отлично. Последнее мероприятие было посвящено книгам Матвеева Анатолия Ермиловича. И даже девушки выступали в удмуртских костюмах, что было очень приятно. Целый ансамбль у них появился перед этим мероприятием. И всегда как-то очень уютно, как будто у себя дома себя чувствуешь на этих мероприятиях. Очень приятно. У вас достаточно большой опыт общения с отделом краеведения. Кого-то из сотрудников этого отдела вы могли бы отметить? Или, может быть, из других отделов сотрудников вспомните? Ну, я всех их люблю, уважаю. Галину Александровну я хорошо знаю еще со студенческих лет. А с Лимоновой и Надеждой Петровной мы вообще со школьницками знакомы. Было так, что мы вместе ездили на всесоюзную конференцию конференцию юных краеведов в Пушкинские горы, но по Пушкинским местам. И с тех пор мы дружим с ней. Давайте немножко поподробнее поговорим о мероприятиях, которые проводились в Национальной библиотеке, которые вы посещали. Какие из них вам запомнились? Какое-то яркое воспоминание, может быть? Ну, я была на презентации синонимического словаря, подготовленного Валентином Кельмаковичем Кельмаковым. Меня попросили быть ведущей первый раз в жизни там, на таком мероприятии. Это было очень ответственно, но вроде справилась. Потом была презентация нашего удмуртско-русского словаря, словарей Верещагина. Вот эти мероприятия очень запомнились. Потом мероприятие, которое было посвящено моему 50-летию, это очень запомнилось. Может быть, более уже на такой абстрактный уровень мы с вами перейдем. Какой след оставила Национальная библиотека в вашей жизни и какую роль она сыграла в жизни города и республики, на ваш взгляд? Я думаю, что это очень нужный очаг культуры. И очень жаль, что сейчас библиотека раскидана. И хотелось бы, чтобы библиотека была у нас красивая, прямо в центре города. А она этого заслуживает. А на ваш взгляд, есть ли у Национальной библиотеки будущее? Какое? Должна ли она как-то измениться в будущем? Ну, конечно, вместе с изменением жизни библиотека тоже должна меняться. Тем более сейчас электронные ресурсы. И не у всех есть возможность получить доступ к этим электронным ресурсам. И какие-то книги, может, через интернет мы не можем, а через библиотеку мы можем прикоснуться к этим изданиям. И я думаю, что студентам, научным сотрудникам всегда библиотека нужна. Ну и последний вопрос, Людмила Евгеньевна. В преддверии юбилея библиотеки, какие у вас пожелания будут? Я желаю всем оптимизма, крепкого здоровья, хорошего настроя, чтобы всегда коллектив был такой же слаженный, дружный, и всегда радовал нас при посещении нами библиотеки. И чтобы интересные мероприятия всегда они проводили. Мы с удовольствием приходим на эти мероприятия.